Сейчас рассмотрим три классические стратегии из японских боевых искусств для контр-панчера. Первая носит название ГО НО СЭН. СЭН переводится как инициатива, в данном случае можно назвать как атака, инициатива. ГО как ответный. Таким образом, первая стратегия ГО НО СЭН представляет из себя защита, контратака. Также она может называться ТАЙ НО СЭН, то есть ожидающий СЭН. В чем суть? Мы ждем атаку противника, после чего выполняем защиту и контратаку. То есть это обычные стандартные действия. Это может быть сбив напрямую в голову, уклон, контратака. На боковой в голову, это может быть нырок, контратака. Опять же, если мы отрабатываем корпусом, например, как в варианте уклона, я уже зарядился для следующего. То есть мой контратак будет достаточно мощным. Ну и остальные техники мы уже рассматриваем в зависимости от, то есть накидываясь у удары, моя задача защита, контратака. Как это можно нарабатывать? Во-первых, это нарабатывается простым упражнением, то что мы называем диалогом. И таким образом для усложнения мы можем работать, например, его две атаки, моя одна контратака. То есть мне нужно выполнить. Раз, два, три. Раз, два, три. Более сложный вариант это когда мы выполняем он двоечку, я двоечку. Например, ван, 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 ван. Соответственно, если он прозирал, он прозирал. Кроме того, можно нарабатывать более конкретный элемент. То есть классический, это его прямой, мой он с контратакой. Раз, два. Раз, два. На боковой это классический нерот, либо боковой в голову, либо ответ. Это уже берем нарабатывание более конкретно. Кроме того, учимся понимать, так сказать, создание пустоты. Например, мы стоим, противник начинает набрасывать нам удары. Мы защищаемся. В какой-то момент он делает паузу. Моя задача будет ощутить и сразу же среагировать в эту паузу. Чтобы и получилась защита, контратака. Одним из хороших упражнений, если вспомните, это было упражнение «Видеть сквозь удар». Посмотрите ролик, но в общих чертах. Когда человек надвигает мне удары, я смотрю, пропускаю. Это может быть в легкое касание. И в какой-то момент выполняю защиту контратаком. Более подробно уже это рассматриваю. В более продвинутом варианте мы рассматриваем ситуацию, когда оппонент наносит два удара. Допустим, два прямых. Моя задача защититься от первого удара и контратаковать так, чтобы второй удар стал невозможным. К примеру. То есть шаги из тика, работа корпусом имеют главную роль. Причем, либо это выполняет его задание впоследствии в свободном варианте. Двоечка, защита, контратака. Именно так, чтобы его второй удар до вас не доходил. Если вы делаете ситуацию, как говорят в Японии, а и лучи, взаимная смерть, это не подходит. Значит, вы сделали неправильно. Продолжение следует.